Давай. Тень. Еще давай. Ах ты, вот ты как. Тень. Дима тень изучает. Тень. Тень. Что это? Тень. Иди сюда. Ну, иди ко мне поближе. Здесь можно целые концерты давать. Туда, туда смотри. Туда смотри, кому говорят. Ну, тень. Тень. Сейчас-то он так прикольно делал до этого. Ну, посмотри на тень еще. Тень там вообще классная. Какой мальчик с волосами. У меня тень. Да, вон туда, туда надо смотреть. Вон она, тень. Вон она, да. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Ручку вот так сделай. Вот она. Вон, туда смотри, туда. Ну, вот она, твоя ручка. Пальчиками подвигай. Подвигай пальчиками. Двигай пальчиками. Вот. Видишь, там тень твоя. Тень там твоя. Тень. Пеку хлеб. Другую. Класть форму. А использовала я вот такие вот дрожжи сегодня. Новенькие. До этого я ржаной хлеб пекла на них. Ну, что-то я там ничего особо не заметила. Он что-то получился слишком маленьким даже. В эту форму там вместился. Половину формы занял. И пришлось еще ждать долго, пока он поднимется. Ну, ничего. Так получился обычный черный хлеб, как обычный. А вот белый хлеб. Это да. Вот с этими дрожжами. Здесь 11 грамм тоже. Что-то он прям вообще поднялся. Буду еще пробовать потом. У меня еще одна такая экспериментальная одна пачка осталась. Две я уже потратила. Вот эта вторая была. Попробую потом еще сделать белый хлеб. И видно будет. Будем брать или не будем ее покупать. Покажу потом, какой получился хлеб. Вот это хлеб получился. Какой он прям зажаристый немножко вот тут вот тащит. Такой прям. Отправлял ли я его туда. Он еще посерединке был бугорок. А снизу вот пониже прям был. Ну, думаю, ладно, поднимется. Поднялся. Сзади там хорошо поднялся. А здесь немножко порвался. Хорошие, наверное, дрожжи. Сейчас вытащим, посмотрим. Что сзади. Ну, и вот он с этой стороны уже почти остыл. Дома стоит невероятный просто запах. Обалденный просто. Вот у нас. А сколько у нас времени? А, 0,38. Слушайте, кстати, тяжеленький такой. Довольно. Ой, обалденно. Просто пахнет. Просто бесподобно. Не знаю. Я бы съела кусочек. А, нет, я уже зубы почистила. Я уже ко сну приготовилась. Ну, кстати, на руках остается вот этот, как его подсолнечное масло. Поэтому он лежит попкой кверху, чтобы хоть немножечко высохло это. Ну, и форма, конечно, я ее помыла. Кстати, очень великолепна вот эта вот форма. Они куплены в фикс-прайсе. Ну, конечно, они тоже не вечные. Хватает ее, пока вот не сотрется вот этот вот слой антипригарный. Вот, тут именно полотенечко лежит. Ой, моя катушка падает. Вот так я сейчас выгляжу. С таким полотенцем. На голове я помыла голову. У нас не было воды несколько дней. Вернее, целые выходные не было воды. Конечно, я помыла голову, прям мою голову. Там, говоришь, что это вода такая какая-то красноватая. Ну, не красная, а грязная такая вода. Я думаю, блин, а сколько я не мыла голову? Вот, ну, так прикольно выглядит через камеру. Ну, вот сейчас чуть-чуть она прям, я подержу, наверное, минуты две. Раньше я долго держала, а потом прочла, что нельзя долго держать. Лучше они сами высохнут. И сейчас я ее прям сниму и спать лягу. У меня голова сама высыхает. Я никогда не сушу. Я, кстати, не сушу голову уже больше десяти лет. Лет пятнадцать. Да, лет пятнадцать, потому что помню в школе последний раз сушила мне мама голову, укладывала. У меня тогда было эмилирование, были волосы где-то вот до плеч. Как-то там лесенка называлась, хотя это мало было похоже на лесенку. Вот, какая-то я прям красная даже. Немножко. После ванной душа. Ванну я приняла и душ, наконец-то. Вот, и мама мне все время укладывала, укладывала, и такие уже волосы были как солома некрасивые. А потом я когда начала уже отращивать, перестала эмилироваться, решила, что не обязательно, в принципе, их сушить с феном. Жила спать так просто. С утра проснулась, но немножко торчали. В принципе, они, кстати, были у меня всегда густые, торчали в разные стороны. Вот, я их укладывала утюжком, выпрямляла. И все. И все супер. Где она у меня? Вот у меня тут мой кухонный гарнитур. Вот, всем давайте пока, всем спать, потому что время уже час ночи доходит. Я вам показала хлебушек, потому что он просто бесподобный, он просто обалденный. Он просто обалденно прям пахнет, просто нереально. Кстати, он... Сейчас покажу. Так вот, наверное. Вот он, видите, пальчики. Он мягкий. Он реально, кстати, мягкий. Обычно, сколько я помню, готовлю. Они потом... Все равно немножко жестковатые, немножко корочка. Это, может быть, еще форма зависит. В другой я пекла. И, может быть, наверное, еще дрожжи вот эти. Наверное, они тоже зависят от них. Вот, все. Давайте всем пока. Всем спокойной ночи, если вы меня смотрите вечер. Хотя нет, мои влоги утро выходят. Вот. И пока-пока. Короче, я все-таки решила съесть бутерброд. Он был... Блин, посмотрите, какой он мягкий. Он прям вообще. Такой воздушный. Такой прям вообще классный. Здесь, кстати, я вообще пекла по своему рецепту. Недавно новому изобретенному. Что хлеб прям становится такой очень нежный. Очень, кстати, ароматный. Такой прям бесподобный. Таким, смотрите, какие пузырики. Здесь тоже. Он прям обалденный просто. Великолепный. Наверное, мне кажется, еще эти дрожжи тоже повлияли. Рецепт плюс дрожжи. Потому что по этому рецепту я пекла с другими дрожжами. Он был ароматный хлеб, но не настолько воздушный. Здесь прям воздушный. Буду еще пробовать.